Знаешь, Библия говорит, помни, помни что? Откуда ты не спал? Говорит, а так как они не помнили, так как они забыли, Бог говорит, помни, как я вел тебя, как я провел тебя. Знаете, друзья, мы многие вещи забываем, и мы не держимся за то, что нам нужно держаться, за то хорошее, то, что Бог в нашей жизни сделал. В Библии написано, пойду ли долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что жезл и посох, он успокаивает. Посох, это палка деревянная, это записная книжка, где люди записывали все свои победы, когда он там медведя, когда он там еще кого-то завалил, он на посохе просто зарубки делал. Для чего? Для того, чтобы помнить. Говорит, он успокаивает меня, он дает мне покой. В темное время я пойду долиной смертной тени, потому что у меня есть отношения с Богом, и я помню, что Бог в моей жизни сделал. И я прибегу к такому же Богу, и Он сделает то же самое в моей жизни, потому что я помню. Друзья, когда у нас с памятью все в порядке, это проведет нас намного дальше. Мне уже вот сколько, 40, 42 года. Все, что я помню с детства. И мысленно я как-то туда возвращаюсь, потому что мне там комфортно. А что я вспоминаю? Я бабушкино село вспоминаю. Ходил на рыбалку, там вот в селе был такой стовок, и нужно было пройти через колхоз, потом такое поле пшеничное. Днем я очень легко туда проходил, и я знал, где эта тропинка, она идет посреди поля пшеничного. Я проходил уже под вечер, потому что ночью хорошо клевало. Я засиживался очень допоздна, вообще было так темно. И я ловил рыбу, весь ускусанный комарами, заходил вот так вот. Ну, мне так было холодно, но я терпел. Ну, наловил этих карасей, но когда я оборачивался назад, мне так было страшно. И так как я днем знал, где эта тропинка, я находил ее, и я знал, куда я иду. Я проходил через это темное поле, я приходил домой, к бабуле. Там, где не было никаких условий, где туалет был на улице. И она ждала меня в летней кухне с травяным чаем. Когда у нас невыстроенные отношения, мы не помним, как назад вернуться. Мы не помним, как вернуться к Богу. У нас невыстроенные отношения с людьми, и мы не можем никому обратиться за помощью. Почему? Потому что мы уповаем только на себя, а горным Бог противится. У нас нет ни с кем душевных отношений. Я верю, что в отношениях Бог исцеляет. Иногда мы настолько забывчивы, и не помним, что Бог в нашей жизни сделал. Когда Он тебя исцелил, когда Он тебя через что-то провел. Когда ты чуть-чуть, чуть-чуть, вот и не умер, и Он тебя просто вот как-то сохранил. У нас всегда перед глазами, в нашем сердце есть эта картина, эта емкость. И у нас там есть воспоминания из нашего детства. Из наших каких-то нехороших вещей, из наших побед. Ну так вот, Бог хочет сформировать внутри тебя, чтобы ты знал, куда смотреть. Чтобы побеждать. Бог говорит, помните, 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 помните. Как я вас выводил, вспомните. Бог просто всячески хотел показать народу своему. Посмотрите, я же вас тогда провел, я же вас тогда. Хотите идти дальше, пожалуйста, помните, не забывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...